Неустойчивыми и, скажу прямо, бесплодными. Где вера к отцам? Где любовь к братьям? И как вам спасаться от чувственных и мысленных искушений? Когда чуть коснулась вас при скорбности, вы совсем изнемогаете, еще не вступив на поприще состязания, обращаетесь вспять. Видите ли, воинов царя земного, как они хранят верность свою к нему, дерутся за него и кровь свою проливают? И это из-за чего? Чтобы получить какие-нибудь почести или чины. Не таковы наши подвиги. Они ради единого вечного и невидимого царя всяческих, Бога. И из-за чего? Не из-за чего-либо земного, но для получения царствия небесного. Чтобы соделаться со наследниками Христа, Бога. Чтобы вкушать то, чего око не видало, о чем ухо не слыхало, что и на сердце человеку не всходило. И однако ж мы не все и не всегда остаемся ему верными. Нас можно смануть, прерстить и увлечь. Но нам ли не трезвенствовать? Нам ли не крепиться? Нам ли не стоять до крови? Не свыше ли наше рождение? Не сыны ли мы света? Как же нам не являть себя чадами послушания? Как не показывать, что мы семя святое? Как не пленять всякое помышление в послушание Христова? Как не простирать все превыше мирских мудрований? Как не умирать за Христа, хотя бы не раз в день надлежало умереть за Него? Ей, чадо мои, будем сынами силы, воинами Христовыми, истинно Божиим народом, хором ангельским, полком непоколебимым, по примеру святых отцов наших и тех блаженных, которые жили под руководством их, да имеем сатану под ногами нашими, попираемым и поругаемым, как имели его Сильван святой, Досифей преподобный, Захарий преснопамятный и все-всех преподобных питомцев, ибо прославлен не один Досифей, не один Сильван, не один Захарий, но и все верные ученики их и последователи бывают причастными славой их. Будем мы мы, умоляю вас, как они. Не дадим одолеть себя наветом вражеским, не убоимся страха их, не допустим умертвить себя смертью греховную, но все остальные дни и часы жизни нашей поживем, благоугождая Господу Богу нашему. Восемьдесят три Когда народная какая случается беда, и все в смятении, нам денно-ночь надлежит преподать к Богу со слезами и воздыханиями, моляя Его, приложить гнев на милости, восстановить мир в мире, ими же весь судьбами Его неисследимая премудрость, не оставляя однако же при всеми своего духовного делания, но в Его пользу обращая то, чем нас коснется общее бедствие. Ибо любящим Бога, как сказал апостол, все содействует ко благу. Так что ни настоящая беда, ни другая, какая более страшная, или выражается апостольским словом, ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Поэтому к Богу возносясь и на отложенное там благо воззревая, будем совершать предлежащий нам подвиг с радостью, твердостью и рвением, ни унынием не расслабляясь, ни от постания изнемогая, ни бдением не утомляясь, ни за молитвой не скучая, ни от трудов в исполнении других заповедей не цепенея. Но ко всему этому теча и спеша, как на праздник какое веселье, или лучше, как к свету, как к самому Богу, и взойдем таким образом от силы в силу в исполнении заповедей и от славы в славу, в украшении себя добродетелями, все более и более богатясь божественными совершенствами, доколе достигнем всего единства веры в меру возраста полного Христова, для которого мы миру распялись и мир распялся нам, для которого мы все оставили и все вменили в счету до его единого приобрящим. Видите, чадо мои, каковое и каликое дело совершили мы, убежав от мира и отрехшись от всего житейского, от родства и родины, от родителей, братьев и сестер, от городов и домов, и от всего вообще, чем утешается плоть и кровь. Не посрамим же такого дела своего разлинением, небрежностью и невниманием, а это будет, если начнем исполнять пожелания плоти и действовать по страстям душевным. Не таковы были святые и преподобные отцы наши, оставившие нам примеры богоподражательного смирения, не рассуждающего послушания искренней веры, отвращения к миру, любовь к Богу, дивных подвигах и преподобных дел. Им будем подражать и мы, нудя себя, шествовать по следам их и досподобимся и части их. Восемьдесят четыре. Делайте небрашно гиблющие, говорит Господь, но пищу, пребывающую в жизнь вечную, то есть исполняйте заповеди, закона Господу получаясь день и ночь, чтобы быть вам, как дерево насажденное при потоках вод, по слову божественного Давида. И плод вам дан будет во всякое время, и лист спасения вашего да не отпадет в будущем веке. Не так нечестивые, не так, но они как прах, возметаемый ветром от лица земли. Нечестивыми же пусть будут у нас не только те, кои неправо веруют, но и все приступающие заповеди Господа. В применении же к нашему чину кто это будут, как непослушливые, горделивые, хитроглаголевые, тщеславные, дерзостные, также тайно идущие, ропотливые, любящие украшаться, любопытные, все высматривающие, выпытывающие. Прознолюбцы, беспечные, шепотники, своенравные, клеветливые, более же неблагодарные и требовательные боли надлежащего. Они недовольствуются дарами, а от Бога доемыми, то есть тем, что всем предлагается в обители, но оставив попечение душе и телу, по телу поблажая, ищут и требуют яств и пеки, которых недостойны, и воюют из-за них, выставляя в извинение свое телосложение, привычки и немощи. И хорошо было бы, когда бы они и в самом деле заболели, может быть, через это они избавились от наибольшей из болезней, неблагодарности. Как будто забыли окаянное, что при вступлении своем к нам обещали Богу и что исповедовали перед лицом многих свидетелей невидимых и видимых. Ни в волчбели и жажде пребывать, ни всякую ли прискорбность и тесноту, голод, гонение, муки и смерти переносить обещались. А теперь войну ведут из-за вина и яств. Но как они наругались над обетом, так и сами поруганы будут. И как не искусились памятовать, что Бога имели зрителям и слышателям этих обещаний их, то боюсь, как бы Он не предал их в неискусный ум творить непотребное и пагубное. А тридцать литесь же, кто таков. Наиболее же пробудите души ваше от дремания от небрежения божественном от долупреклонности, от теплонехлада. Возгоритесь божественной любовью и страхом. Примите наказание и облекитесь в оружие правды. Трепещите и бойтесь, и из-за того, что предлагается на трапезе, не воюйте. Не говорю, когда бывает варива, рыба и сыр, но когда предлагается один хлеб с промасленными овощами, разваренный боб или другое что подобное, то это почитайте за великое утешение. И кто из веренно мудрых не побоится при этом, помышляя, как бы из-за такого утешения не лишиться вечных благ. А себе скажу, что считаю дорожным коштом по пути в ад всякое ястие и питье, и особенно то, которое давалось мне во время моей немощи. Поверьте мне, хотя и в безумии говорю, что если б не обмывал меня великий страх непослушания общему отцу нашему и не обеждало ваше рассудительное слово, то я никак не переменял бы обычные меры пищеприятия до самой смерти. Только по этой причине я выпил я разное, но скажу еще в безумии, делал это с болезнью сердца, стинанием, огорчением. С одной стороны, по причине недостоинства моего, с другой по заботливости о вас немощствующих и по скудости в обители. Впрочем, по благодати Христа Господа у нас есть потребное, воздайте славу Богу неблагодарное. Мы и вино пьем, и масло, и рыбу вкушаем, и в больницу покоиваемся, и врачуемся. И это не раз или два, всякий день. Избранный брат, приобретший опытность в лечении болезней, у нас главный больничник, при нем помощника 3, 4 и 5, особый повар, особый расходчик, особый приготовитель мази, пластыри, бинтов и корни, и занятия там не прекращаются ни на минуту, и расходов немало, каждый день дается рыба, которая берется или у приговоренных 3-4 рыболов, или на рынке, сколько вина и какого расхода новой расходуется, сколько маслин, мед, чистые хлебы и многое другое. За все это как не благодарить нам неблагодарное, как не воздать славу Богу, как не воспеть хвалу Ему, прибавли еще, сами мы ничего не принесли в монастырь, и от работы нашей никакой нет прибыли, а подай нам то, подай другое, а между тем негоже бываем ни к чему, ни при вратах стоять, ни в трапезе служить, но и того не чувствуем бесчувственные и бессмысленные, что мы может быть последние, и что другие честные пачи нас, братья и отцы, одни вне, другие внутри обители, то на холоде и ветре, то на жару и зной, так, рабы какие, копают, пашут, обрезают виноград, моют, шьют, куют, пешие ходят по делам в город, на поля, на горы, приутруждаются и утомляются, но все терпят спокойно, воистину таковых есть царствие небесное, ты же, о слепой, о жестокосердый, о лукавый, о отчаянный, смотри, не услышать бы тебе в день тот, свяжите ему руки и ноги, бросьте его во тьму кромешную, горе вам, вы не брежете огне и Божием, видя, что он не тотчас наказует, поистине, о вас сказано, сказал безумец, сердце своем нет Бога, почему? потому что вы рослились и омерзелись в начинаниях своих и не стали делать доброе, но Господь с небес проникает на всякий день и смотрит, кто есть разумеющий и ищущий его, и таковых написует в книге жизни, а прочих пропускает, боюсь, не пришел бы святой Давид, не пропел бы про вас и не сбылось бы на вас поемая, раздели их в жизни их, кого? этих злых, от добре шествующих, но разумейте это забывающее Бога, чтобы не восхитило не будет избавляющего, и мне неразумному простите, чадо мое возлюбленное, потому что щадя вас из любви со слезами высказывает, а думая, что лучше мне нынче побечевать вас словом, нежели как подвергнуться после вечным бичеванием, от которых да избавимся всей благодатью Господа нашего Иисуса Христа. 85. Опять искушение, опять соблазн, опять я, бедный, в плаче и светывании, что отторглись возлюбленные, два брата убежали, что не изверглись долу высокожительствовавшие, что думающие быть мудрыми омрачились, что понесшие великий многолетний подвиг и под благочестие, в одно мгновение все потеряли и сделали для меня вместо винограда тернием, вместо обвеселения огорчением, вместо ожидаемого счастья несчастья. И не знаю, что скажу, и что отвечу о падении и сокрушении братьев наших. Разве только сесть и плакать, говоря, есть ли такое еще, кто может спасен быть, Господи? Так-то нельзя хвалить мужа до самого исхода его, так-то трудно совершителен путь спасения нашего. И кто избежит таких обходов дьявола? И кто не будет озабочен собой до самого исхода своего? Добре зная это святой тот отец уже при вратах будущей смерти, когда сказал ему дева и дьявол избег ты меня, ответил не знаю. Так он был опаслив за себя, что даже в этот последний час свой казалось не смел иметь твердой уверенности во спасении своем, несмотря на высокую меру благочестивых трудов своих. А мы если проживем пять или десять лет в монастыре и навыкнем чину монастырскому или заучим на память несколько изречений писаний или сделаем столько и столько коленопреклонений или помолимся подольше и попастимся, то считаем уж себя все совершившими и начинаем высокоумствовать. По этой причине падаем как листья в притче 11-14 сокрушаются кости наши при аде и мы прежде в восторжении иссыхаем почитаем и себя мудрыми будучи неучами словесными будучи бессловесны сами себя рукополагаем в учители в ревнители благочестия и верные его представители и признаем что в нас одних только и осталось еще истинно потому и случился с нами такой случай потому тьму принимаем мы за свет потому как из рая изгнанниками сделались мы из двора Христова и стада его внимай же себе братья мои внимайте прошу вас и не издевайте мало помало добродетели ваши и вашего благоверия чтобы не скудеть совсем и не впасть в руки падения об отшедших же заблудших помолимся все усердно да вразумит их Господь и да возвратит к нам 86 каждый день благословляю я Бога отца моего дающего вам силы крепость твердо стоять в подвижническом послушании вашем и смиренно молюсь да более и более открывает Господь мысленные очи ваши видеть все пути его восприятие вожделения божественной любви к нему высыпление всякой похоти плотской и возвышение над властью страстей так чтобы вы были совершенно исполнены во всякое деле благе а это как знаете не без напряженных усилий бывает и не без злострадания и не вдруг но под тем условием если с великим трудом и самоизнурением день и ночь нудим и насилуем естество свое и переносим все случающееся с нами при скорбности в общежитии нашем от людей или то или от демонов ибо кто под тяжестью этого не изнемогает но с помощью Божьей все переносит и претерпевает тот примет благословение от Господа и милостыне от Бога спаса своего и царствие небесного сподобится потому хорошо и блаженно нести такие страдания быть страстоносцем Христовым и не отвращаться от таких страстей во власть в левых вещах то есть то есть сдаваясь в гнев и бране продерзость и надмение противоречия и вражды неподчинение и спора огорчение и оглагола неоклеветание лжесловесие смехотворство таковые как могут быть и именоваться Христовыми не более ли они суть цены противления чада гнева и наследники не вечных благ а нескончаемых мучений не ангельский ли вам чин братья не свято ли житие ваше не богоизбранно ли течение ваше но что говорит апостол и аще же разорих и это снова созидаю то преступником себя соделываю Галатам 2.18 совлеклись мы ветхого человека тлеющего вследствие прещения многообразного змия отверглись того что было подом первого горького вкушения и достойного изгнания прислушания и через это вошла в мир многострадальная смерть сложили виновность нашего в болезнях рождения сперва в крещении водой и духом потом по великому человеколюбию Божьему во втором крещении покаяния и отречения от мира и обеты вашего Бога написаны по свидетельствам ангелов святых записаны и у меня бедного так омылись вы осветились разрешились от уз греха облеклись в нового человека созданного по Богу при подобии правде зачем опять бежите назад зачем опять возвращаетесь на свою блевотину зачем неуправленными являетесь царствие небесное когда по слову Господа возложив руку свою на плуг оборачивайтесь назад свидетель Господь что говорю это любя вас щадя мучасть болезненно что говорит Писание в Ветхом Завете об израевитянах что они обратились сердцем своим в Египет так как вспоминали о луке мясе и котлах египетских и о своей там бедной жизни так и мы обратились к миру и к тому что в мире и что там делали прежде делаем теперь здесь увы мне как это мы которым надлежало бы быть равными ангелам не являемся равными даже мирянам благочестивым когда по нерадению мало по малу доходим и до настоящих падений да будет же умоляю вас мое смиренное к вам поучение для непадших утверждением для падших врачевством для нерадивых устрашением для ревностных поощрением для унывающих возбуждением для боримых помощью и вообще всем все да спасетесь ибо ради вас и слова и дыхание сам же по себе я и бессловесен и даже не человек бог же и отец господа нашего иисуса христа и погрешительное наше да исправит и исправное да утвердит и недостающее да восполнит и как вывел он нас из мирского Египта и провел через греховную пустыню да переведет и через лукавое море страстей рассекше то и иссушив и сделав проходным для нас путь добродетели и как нарек так и наречет и еще родом своим избранным языком святым и да вселит нас в благую землю добродетелей и более же через смерть страну кротких 87 как люди разумные оставив для Бога все и родных и братьев и мир и все что в мире и взяв на себя легкое иго Христова зачем осуечаетесь омерчаетесь более же осатаняйтесь делами своими отвершися закона Моисеева без милосердия наказываются при двух или трех свидетелях то кальми пачи горшие муки сподобитесь вы разрывающие завет духа по святому Василию через нарушение послушания и кровь завета которые помазались в день отречения от врага и мира и сочетания со Христом скверно возмнившие так ли подобает так ли невозмогливо одного часа жизни этой которая такова если сравнить ее с бесконечными веками побдеть с Господом таковы то ваши обеты перед свидетелем Богом с заслушанием ангелов святых это ли означали вашими руками данные мне ножнички как от руки Господней таковы то ваши по действию тогдашних вам искушений слезные смиренные уничижения мановения и воззрения о чадо чадо как забылись вы отступаете от прежних ваших решений но прошу и молю вас чадо мои утробы мои члены мои отрезвить отрезвитесь все все обновитесь духом все сочетаетесь в едином мудровании в единой надежде в едином сердце вы со мной и я с вами перед лицем Господа и станем так жить и так шествовать чтобы стяжать царствие небесное 88 добре есть не скрывать благодеяния Божие но возвещать о нем когда требует время чтобы через то мы делались еще более ревностными в деле своем вижу такое благодеяние на вас ибо вы благодатью Христовой через счастые поучения и напоминания все о том же и о том же деле нашем и через каждодневное так сказать уговаривание ступили на путь преуспеяния духовного с добрым благонастроением и боголюбивым рвением что я говорю истинно об этом и вы свидетельствуете сами собой свидетельствуя и я получив облегчение в притрудных болезнованиях о вас и после многих забот как в тихое пристанище ступить в безмятежие благочиния вашего и душевно радуясь тому поистине не ложно слово что всякое наказание в настоящее время кажется нам не в радость но в печаль но напоследок приносит мирный плод праведности тем которые были под таким обучением но это плод не моего действования не моего попечения и болезнования но дар божий при вашем рвении и отеческой помощи и что я неугодный входя в чужие труды веселюсь и радуюсь то что мы всецело одно есть вы во мне и я в вас и особые дела обоих обоими изменяются господь и страшной силой и державной в крепости отныне и впредь и мне додарует быть ревностным и сильным к достодожному исследованию изысканию и изъяснению святых заповедей и вас храня да хранит в подчинении неразрывном в послушании нелицемерном и в вере непреложной являя вас все более и более добродетельными более и более ревностными и готовыми мужественно и сорвением ко всякому духовному подвигу к перенесению скорби и тесноты алжбы и жажды к подятию всякого труда и к претерпению всего тягостного и прискорбного да явясь непобедимыми воспримите ренцы терпения в день воздаяния праведного судьи воистину добра купля ваша ибо оставив тленной вы получили нетленной лишившись родителей отцом стяжали господа от братья отчуждившись сожителями стали иметь святых вы роды избранные царское священство вместо породившего и воспитавшего вас отечества отечеством вашим садялся вышний град которого художник и садитель есть бог вместо дома непрочного и разрушимого у вас теперь скиний преподобных и праведных вместо славы тщетной и чести гибнущей божественное и равноангельское достоинство вместо довольства и счастья вещественного наслаждения благами вечными вместо подчиненности и отсечения своих желаний ликования с мучениками вместо уединения и безродного странничества ближайшее родство со всеми святыми что же нам унывать что падать духом и печалить да взывает каждый с божественным Давидом для чего прискорбна душа моя для чего смущаешься уповая на Бога ибо исповедаемся Ему если бы мы с Ним страдаем в подвижничестве то с Ним и воцаримся венцы мученичества и здесь стеживаются и образ жительства киновийного справедливо называется поприщем борений как потому блажен послушливый как делен исповедник все о себе открывающий как преподобен терпеливый как богоблажен верный неизменный в исполнении заповеди почему не будем отвращаться и уклоняться от начатого не будем расстраиваться в установленных порядках не дадим себе обратиться вспять или остановиться не дадим своего хребта врагам нашим а своинники о шественники о споборники не будем щадить плоти кратко время маловременно жизнь хотя бы до 70 или 80 лет протянулась жизнь это ничто в сравнении с бесконечными веками предпошлем овал и получим тьмы золотых предпошлем момент времени и стяжем бесконечные веки перенесем часовой труд и получим бесконечные упокоения поплачем чтобы вечно радоваться блаженным радованием порыдаем любви ради Христовой чтобы ликовать в нескончаемых весельях так взирая на почести вышнего звания подвязайтесь радуясь подвигом добрым пока достигнете времени скончания вашего и перейдете из этой жизни в вечную во Христе Иисусе Господе нашим 89 страница 200 4 том добротолюбия святого Федора Студита наставления монахам что сказать мне достойное вас чад Божиих повинующихся слову евангельскому и оставивших весь мир и взявших на себя великое это блаженное и превожделенное дело послушания но утешающий смиренных Бог да утешит и вас пресечением Духа Святого да направит верно тещи путем заповеди своих и да соделает наследниками царствия своего ей братья мои какое доброе совершили вы дело какое мудрое приняли решение когда быв позваны Богом вышли вы по примеру правоца Авраама из земли своей от рода своего из дома отца своего и пришли в это место подвижничества которое показал вам и дойти до коего поруководил вас сам Господь вы победили плотские мудрования и стали выше их ради Бога не дали вы ни родственной любви удержать себя ни привычной жизни остановить ни праческому наследству связать ни другому чему положить вам препону почему блаженны вы и приблаженны не унывайте же и не тужите и не падайте духом но надежды отложенных вам благ воспаряя выше настоящих прискорбностей подвижнических теснот веселясь и радуясь совершайте путь свой и в терпении мужественно и бодренно переживайте дни за днями недели за неделями месяцы за месяцами и годы за годами и что же конец венцом славы нетленным украшены будете когда Господь призовет небо и земли судить народ свой не предавайтесь лености не дремите не будьте теплохладны не бронитесь не ссорьтесь не злословьте не празднословьте не чревоугодничайте приложу нечто слуха недостойное и только для некоторых не воруйте начавший красть орехи дойдет и до большего и привыкши похищать писала перья пищи потянется и за одеждою так у нас бывают воровства одежд поясов обуви другого кое-чего хорошо ли это это ли рабы христовы это ли чуждые мира это ли неземного но небесного ищущие наследия это ли именуемые святыми и благословенными и почетные поклоны принимающие от людей таково-то ваше старание ваше преуспеяние ваше совершенствование это впрочем далеко не общий грех и не делитесь если я от похвал перехожу к укорам для одних одно а для других другое произносится слово и это если и было то отныне да не будет прошу молю повелеваю угрожаю если кто после этого внушения сделает что такое чуждо будет церкви христовой если раскаянием и исповеди не у милости ведь Бога но и перед всем крашене иначе уврачеваться может как признанием и обнаружением своего греха как некогда похищение и скрытие некоторых вещей довело Ахана до побиения его камнями Иисуса Новина 7 глава так плененного сей страсти и непризнающегося побьют камни невидимые посему да восстанем падшей и доживет о Господе вот и мясо пуст не обращайте же мыслей своих к тому чем иной раз осуличались и не уподобляйтесь тем которые питают себя будто на день заколения кто чреву порабощен для того Бог чрева слава его в сраме возьми кто-нибудь из таковых и посмотри каков он по душе и телу это ли желательно скажи мне это ли достойно подражания конечно нет напротив достойно всякого отвращения и презрения ты же довольствуйся скромным удовлетворением потребности питания без мяс и вина не тело заботься наполнять а душу преисполнять плодами Духа Святого миром любовью надеждой верою молитвой псалмопением стихословием послушанием смирением бдением ранним пробуждением незлобием простотою чистыми помышлениями сокрушением очистительными слезами и это да будет у тебя всегдашним заговеньем 90 неотложно необходимо мне всегда простирать слово утешения и увещания к вам трудящимся до утомления в деле божьем в вашем блаженном и многотрудном послушании если бы ваш подвиг и ваше борение с обходами супостата пресекалось в какое-либо определенное время пресекалось бы и мое вам утешение и увещание но как те никогда не перестают и ни днем ни ночью не дают покоя то по всей справедливости и на мне лежит долг соразмерно с тем привносить в души и утешение и возбуждение и обнадежение придавая вам силы бодренности и рвение к истреблению невидимых против вас ополчений воину как знаете всегда должно действовать по-воински и строго держаться всего что требуется этим званием почему и вам истинным воинам христовым должно всегда смотреть в порядке ли оружие ваше имеет ли каждый из вас меч послушания броню веры шлем упования спасения щит смирения лук молитвы и все другое потребное в воинство не нашим духовным не так прекрасное изумление достойно видеть плоского воина в своем всеоружии сколько воина христова имеющая все сказанное посему чадо мои вооружайтесь ограждайтесь стройтесь на воинство кто